Мы с вами возвращаемся к пророку Еремьягу. Не знаю, сколько мы продержимся в этой теме. Очень трудно планировать количество лекций и так далее. Но очень рассчитываю, что мы поймем и его, и его время, и его современников. Очень-очень надеюсь на это. Я напоминаю, что я все свои слова посвящаю Любо Бат Михаэль своей жене, которая ушла из жизни полтора года назад, и с которой мы 20 лет вместе работали над комментариями к пророкам. Сейчас закончен комментарий, я уже заканчивал без нее. Она начинала, заканчивала без нее. Малахим Бетт, вторая книга Малахим. Надеюсь, где-то месяца через два выйдет в печати. Теперь я поднимаю с вашего разрешения текст Еремьягу, и мы с вами начинаем работать. Секунду, у меня все было приготовлено. Все было готово и приготовлено. Я очень надеюсь, что когда мы говорим Еремьягу, Бенхилхьягу, из Кагенов, которые в Анатод, в земле Беньямина, мы уже понимаем, о чем идет речь. В Анатод жили Кагены, которые не служили в храме. Но, тем не менее, достоинство Кагенов, и, как мы видим, пророческий уровень, который очень часто достигается Кагенами, он идет через Еремьягу. Если мы скажем с вами Ишаягу, сына Моца, царь Иуды, и на 13-м году его правление начинает пророчествовать Еремьягу, очень надеюсь, что мы понимаем, о чем идет речь. 13-й год правления Ишаягу – это за 40 лет до разрушения храма, 462-й год до этой эры. И на 13-м году Ишаягу начинает реформы в стране. После 60 лет правления Идолопоконников он пытается вернуть всю страну к служению Всевышнему. Он не только пытается, делает это, очищает храм от символов Идолопоконства, уничтожает символы Идолопоконства в Ярушалайме и засыпает и даже разбивает жертвенники, на которых приносили жертву Всевышнему вне храма. Но это идет все очень медленно, а главное, что представления у людей не меняются и, скажем, те привычки, обычаи Идолопоконников, которые были, они от них не отказываются. То есть в качестве примера, который, скажем, приводит отцу Фриму, он говорит, ну, представим себе, что люди уже не проводят детей в честь Молиха, да, то есть те не проводят, не приводят его к служителям Молиха, не отдают им, и они не проводят его через огонь с риском того, что ребенок погибнет. Но что? Они подводят его к печи и проводят его около печи, считая, что это защитит его здоровье. Может быть, это не является Идолопоклонством, но, безусловно, портит душу и вкрапляет, внедряет неправильные представления о мире в сознание людей. Вот я напоминаю, что чем страшно Идолопоклонство, Идолопоклонство всегда сопряжено жестокостью, пролитием крови, развратом, ложью, желанием править одного над другим, оправданием этого порабощения человека, порабощения человека человеком, создание неравенства перед законом, все это Идолопоклонство. И понятно, что в конце концов оно разрушает и общество, и разрушает душу человека. Я не буду приводить в пример египетские мифы, полные кровосмешения, убийства, предательства и так далее. И то же самое можем найти с вами в древнегреческой мифологии и у шумеров, что угодно это неотъемлемая часть, неотъемлемая часть Идолопоклонства или основы Идолопоклонства. Когда человек отказывается от Бога, он отказывается от добра, отказывается от справедливости, и он возводит на пьедестал свое дурное желание в том или ином виде. Этим страшно Идолопоклонство. И как мы понимаем, что можно сказать, что да, я верю в Бога, но очень трудно отказаться от тех представлений, которые вошли в жизнь, от тех обычаев, которые, так сказать, внедряют неправильные представления о жизни. Это та ситуация, о которой я напоминаю, надеюсь, мы что-то сказали и новое с вами, на 13-м году правления Ишаяху, и Еремьяху получает оглушительный удар Всевышний и предупреждает его, что то раскаяние, которому с таким рвением, с таким умом, можно сказать, и осторожностью стремится, Иошияху, человек праведный, он не достигает своей цели и народ остается в этом тумане и в тумане Идолопоклонства, который бродит в его голове, который поражает его сердца. И вот первое видение – это «Что ты видишь?» Я вижу «Что ты видишь?» Иремьяху вижу, макель шакет, палку миндалевого дерева, и мы с вами говорили, что это палка миндалевого дерева, это дерево, которое зеленое, сильное, но оно не цветет и не дает плодов, оно стоит среди цветущих деревьев, и он сразу обращает на него внимание и определяет, как палку, то у чего нет продолжения, это палка. Дальше следующее видение, которое дается Иремьяху, и о нем мы еще не успели поговорить. И было слово Бога ко мне второй раз, и было сказано «Что ты видишь?» И сказал я «Сир на пулах, я вижу котел, который раздувается». Некоторые переводят, что это «Сир» переводят, как «колючки», по которым бежит огонь. Это трудно принять, так как мы с вами изучали книгу Ихискиеля, и мы там видим, что он разбирает это видение Иремьяху, и люди пытаются понять это видение по-своему, Ихискиелем объясняет их ошибку, но в любом случае там фигурирует котел, котел, под которым бушует огонь с северной стороны, раздувается с северной стороны. Если огонь дует с северной стороны, то и если дрова, как можно представить себе, лежат под огнем, то он сносит тепло к южной стороне. Теперь это то, что мы можем себе представить. Теперь и он говорит «Сыпна Бог, котел, раздуваемый с севера, вижу я». И Всевышний ему говорит «Мецафонт и Потахалаас, с севера начнется беда для всех жителей земли». И то, что Бавель приходит с севера, несмотря на то, что Бавель находится на востоке по отношению к земле Израиля, войска идут, огибают пустыню, идут вдоль реки Прат, и в конечном итоге приходят с севера. И также Ирушалаем укреплен наименее, наименее укреплен с северной стороны, и оттуда врываются врываются в город, или, по крайней мере, всегда пытаются ворваться в город, потому что с востока долина Кедрон, с запада долина Гагай и Бенгеном, и они сходятся на юге, и получается, что город окружен с трех сторон долинами, ущельями с крутыми склонами, а на севере он защищен меньше. Еще Евусеи, которые осваивали это место, они на севере построили цитадель для того, чтобы защитить подступ севера, и это то, что называется Мецудат Давин, цитадель Давида, которую Давид впоследствии захватил и укрепил. Это все очень хорошо, но мне представляется, что это хорошо знать, полезно знать, но мне представляется, что это вводит в сторону от основного смысла пророчества. Основной смысл пророчества здесь я хотел обсудить с вами, но как бы спросить у вас, как вы понимаете это пророчество, но я очень боюсь, что вы будете молчать и у нас просто пропадет время, поэтому я скажу, а в конце занятия подберем другие вопросы. Котел раздуваемый с севера. Север это как бы символ на иврите цафон, цафун это скрытое, да, и почему же скрытое, что здесь самое главное, что это наказание скрытое, не по непонятным причинам, да, это всевышний приводит наказание по каким-то неизвестным причинам, нет, да, скрытое это те преступления, которые остаются непонятыми, неосознанными, которые не доходят до ума и разума людей, и которые поэтому в силу прежде всего непонимания своего, они не могут исправить, да, оттуда дует ветер наказания, который раздывает и усиливает огонь под котлом, который, как вы понимаете, олицетворяет Иерушалаема из книги Хискель, это мы можем с вами доказать, да, теперь почему важно, что дует ветер, да, мы представляем себе котел, он, можно его легко представить, что он с крышкой, да, и дух, ветер, руах, и дух, и ветер, одно и то же слово, руах, он не находится в котле, он находится за пределами котла, Иерушалаем утратил духовность, Иерушалаем утратил божественное присутствие, и дух остался как бы снаружи, и как мера за миром, тот этот дух ушел к народам мира и стал теперь наказанием, что это за дух, да, в Иерушалаеме это дух служения Богу, а когда дух этот уходит к народам, то он превращается в дух идолопоклонства и более того в дух протеста против того, чтобы Бог управлял людьми на земле сознательно и несознательно народы мира движимы этим духом, да, и вот это тот дух, который усиливает усиливает огонь под огонь под котлом, да, огонь это либо символ стремления ко Всевышнему при определенных условиях, если он горит и не сжигает все на своем пути, то есть огонь меноры это символ служения Всевышнему, а огонь, который все ломает и сжигает все рамки у него нету ограничений, нету рамок, это огонь, это символ символ удовопоклонства, да, то есть мы можем легко себе представить, чем отличается служение Всевышнему от удовопоклонства, стремление к духовности, в котором есть определенные правила, определенные ограничения, да, это стремление ко Всевышнему, а там, где нету правил, нету ограничений, где все годится, лишь бы только почувствовать этот дух, то, что находится за пределами материи, это 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 идолопоклонство, да, и мы понимаем, что в первом храме основное преступление, корень всех преступлений, да, это идолопоклонство, и идолопоклонство, которое не изжито, и которое не будет изжито, и об этом Еремья предупреждается, этот огонь, раздаваемый духом, он становится наказанием для этого котла, да, не так еще раз котел закрыт, он варится как бы сам в себе, да, в, он варится в сам себе, в нем нету духа, да, в нем, возможно, есть вода, вода эта выкипет, в конце концов, полностью, да, то есть, вода символ милости, в нем еще остается милость, да, но и она выкипает, да, сила огня, сила и долупоклонства все испаряет, все уничтожает, да, и раздувается это духом, которого не осталось в Иерушалаяме, да, вот, и напоминаю, что цафон скрытая, скрыт цафон, скрытая страна, как бы, это неспособность осознать свои грехи, и мы в этом с вами еще, мы в этом с вами попробуем убедиться, вот, здесь предсказывается, что, далее предсказывается, что придут народы, да, и они, да, и они поставят каждый свой престол у ворот Иерушалаяма, да, у его, вокруг стен его, да, и вокруг всех стен Иуды. Какие престолы, почему вокруг, почему не в городе, если уж ставить престол и назначать правителей, то нужно было бы говорить о престоле, который стоит в городе, но мы можем это понять через солом Давида, который говорит о праведных царях, на тнуке, кисаотли, мишпад, поставят свои престолы для суда в воротах, в воротах Иерушалайма, и Давид говорит при Иерушалайм, праведные цари поставят свои престолы для для суда, да, а здесь как бы на может быть и нету фактически этих престолов, которые враг ставит, но есть божественный суд, есть божественный суд, и нашествие врага не случайно, и падение городов не случайно, и как бы, как бы через это враг Халдеи и другие народы, это посланники Всевышнего, которые действуют по суду, и они как бы, да, может быть, не они, а ангелы, так сказать, устанавливают престолы суда вокруг Иерушалайма, в воротах Иерушалайма и других городов на Всевышний предупреждает Иеремияву, что не нужно говорить о том, что это это нашествие ни с чем не связанное, случайно, да, это суд Всевышнего, все, что происходит с его желаемым, это суд Всевышнего, вот, и будут они говорить по суду с ними о всем задействии, которое они, которое они совершили, конечно, они не будут говорить, конечно, никто не приведет пленных сыновей Израиля к начальникам, военачальникам на выходные цара, и те не будут разъяснять им, что они не служили Всевышнему, и поэтому это то, что с ними случилось, и вот такое-то наказание полагается им теперь, всего этого безусловно не будет, да, это образ, да, все, что с вами будет происходить, да, это как бы, как бы, да, это суд, да, это суд, это обращение, это обращение к народу, да, вот, суд, который происходит, да, почему происходит, потому что они оставили меня, говорит Всевышний, и воскуряли другим божествам, и поклонялись, поклонялись делу рук своих, да, делу рук своих я бы добавил, то есть, не то, что я добавляю пророку, но мне кажется, что здесь это имеется в виду, что важно не только дело рук своих, что это сделано, как Ишаяву подробно описывает, как берут, как берут дерево, как делают фигуру, как закрепляют ее на постаменте, чтобы она стояла, приколачивают гвоздями, да, вот, и потом ей поклоняются, здесь дело не только в делах рук, а дело в понимании своего мозга, то, до чего дошли своим умом, да, то, что бы им хотелось в жизни, они, это, цели, которые они наметили, да, разврат, безудержное стремление, безудержное стремление к идолупоклонству, экстазу, и прочее, да, это все возведено в идеал, это то дошел в мозг, и вот дело рук их, это не только эти деревянные или металлические, литые, или каменные статуи, это их понимание, руки выразили их понимание после того, как человек отказался от пророчества, от божественной идеи, и оставили меня, воскуряли другим богам, мы уже говорили, почему это плохо, я не буду обращаться, и поклоняли сделу их рук, да, в скобках добавим тому, что они сделали в силу своего понимания, вот, и Всевышний велит Ишаяу припаяться свои бедра, быть крепким, да, вот, и тебе придется стоять перед ними, да, вот, я тебя сделаю сегодня крепостью, да, вот, и будут воевать с тобой, да, то же самое было сказано несколько позже Ихискеэль, я напоминаю, что Иремияу и Ихискеэль, они современники, Ихискеэль начинает пророчествовать несколько позже, он начинает пророчествовать, как мы можем себе представить, за пять-шесть лет до разрушения храма, Иремияу за сорок лет до разрушения храма, но тем не менее они пересекаются и по годам, и по своим, по своим идеям. Теперь мы говорили с вами, мы говорили с вами о том, да, может быть, это несколько в скобках, но хочется дополнить, мы говорили с вами о том, что во времена Ишаяу, да, после того, как мы с вами говорили, было найдено, был найден, найден, было, как бы, найден Ковчег Завета и книга Торы, которая лежала на нем, то Ковчег был возвращен на свое место Ковчег Завета, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, его не оставляли на месте, а приносили в праздники, да, об этом говорится в Деврейгейме, и сказал, сказал левитам, Иеремьяу обращается к левитам с пророческим повелением, это в период правления царя Ишаяху, когда он может пророчествовать и говорить беспрепятственно, которые вразумляют Израиль святым людям, святым для Бога, ну, это Арон Акодыш бывает, поставьте Арон Акодыш, Арон Абрит в доме, который построил Шламо, сын Давида, царь Израиля, Эйн Лахем Матсаби Катеф, нет вам больше, не будете вы больше носить на плече, теперь служите Богу, всесильному вашему, да, и народу вашему. Мы понимаем, что дом, который построил Шламо, здесь есть намек на то помещение, то укрытие какое-то, тайное, в котором должен храниться ковчег в годы изгнания, да, и Еремьяу повелевает больше не приносить и не уносить ковчег, а поставить его, поставить его в скрипом месте, вот, это скорее всего, скорее всего, или даже не скорее всего, а это после 18-го года правления Ижаяу, когда он проводит песок для всего народа, ковчег стоит еще в храме, после этого события Еремьяу говорит о том, чтобы ковчег больше не приносили, а оставили его в скрытом месте, да, это само по себе событие очень важное пророчество, ничуть не менее важное, чем та книга, которая была найдена, раскрытой на предсказании об изгнании царя и народа, да, что мы понимаем, что вот это заявление, больше не будете выносить ковчег, оно говорит о том, что приближается изгнание и божественное присутствие начинает оставлять храм, ковчег должен быть спрятан, да, это как бы то, что мы дополним не прошлое наше занятие, да, да, в связи с этим можно представить себе поучение, поучение Рим-Ягу, которое было произнесено, может быть, может быть, несколько позже, а может быть, в это время, и здесь в седьмой главе Рим-Ягу говорит так, на не надейтесь на ложные слова, говоря «И-Халь-Га-Шем, да, «И-Халь-Га-Шем, И-Халь-Га-Шем гема». «Эта whole храм Бога, дворец Бога, можно сказать, буквально, это дворец Бога, это дворец Бога, это слова ложные, да, это слова ложные, почему? Мы представляем с вами, что дальше говорится, если вы исправите свои дела, если вы исправите свои неверные дела, если будете творить суд между человеком и его ближним и так далее. То есть здесь подчеркивается суд, но можно сказать и обязательно необходимо сказать, что восстановление служения в храме фактически после такого долгого периода 60-летнего его запустения – это величайшее событие. И, конечно, у людей было очень много надежды, что Всевышний начинает отвечать. И чем больше они будут приносить жертв, и чем больше они будут приносить даров в храм, которые требуют дальнейшего восстановления, тем больше будет благополучия, тем больше будет защита небес. Иеремия предупреждает, говорит, не говорите, дворец Бога, дворец Бога. Все это очень хорошо. То, что вы восстановили храм, это прекрасно. Но только нельзя надеяться, что благодаря восстановлению храма придет какое-то решение. Решение придет через установление твердой власти, справедливого суда, что очень трудно достичь, опять же, после вот таких 60 лет правления злодеев. Восстановить структуру государства, структуру судов, а за это отвечает царь, ничуть не менее трудно, чем восстановить храм. И вот мы с вами видим такую перекличку Ремиягу, которая говорит о том, что не уберите ковчег, спрячьте, больше не будете носить его на плече. В седьмой главе говорится, это мы с вами были в Девреемим. В Девреемим во второй части, в 35 главе говорится, «Ехага, шем, ехага, шем, не говорите, дворец Бога, дворец Бога». А в седьмой главе на Ремиягу, то есть, я прошу прощения, в 38 главе второй части Деврея и Мим, как говорят книги хроник, говорится о том, что не будет больше ношения, не будете больше носить ковчег туда и обратно. А в седьмой главе Ремиягу говорится, послушайте, не жертвопроношение – это главное, это очень хорошо, это важно, никто этим не пренебрегает. Но самое главное – это утверждение твердой власти, основанной на справедливом суде. Вот такие два момента. Еще раз, 35 глава Деврея и Мим, «Не будет ношения на плече», и седьмая глава, и Ремиягу, который говорит «Не говорите», все время «Дом Бога, дом Бога», «Дворец Бога, дворец Бога». Это то, что мы можем с вами, то, что можем себе представить по первой главе, два введения. И наше отступление для того, чтобы вспомнить о том, что убрали ковчег. А теперь вторая глава, которая неожиданно начинается совсем с другого. «Иди и скажи в уши Иерушалаима, говоря так, так сказал Бог, вспомнил я тебе хесед, милость». А на самом деле можно перевести «любовь», где хесед часто перевести. Понимается, как «любовь». Вспомнил я твою любовь, юности твоей, совершенную твою любовь, когда ты пошла за мной в пустыню, в землю незасеянную. Когда были эти сказанные слова, наверное, они были сказаны неоднократно. Неоднократно, когда говорились тяжелые предсказания, то говорилось о том, что Всевышний помнит о той любви, которую еврейский народ, сыновья Израиля, проявили к нему, каким образом, прежде всего, как главный пример, пошли за мной в землю незасеянную. И действительно, если мы представим себе исход из Египта, то, конечно, те чудеса, которые произошли в Египте, те наказания, которые обрушились на Египет, они очень много значили для людей. Но, представьте себе, собраться со всеми семьями, встать и пойти неизвестно куда, в пустыню, про которую известно, что там никто не выживает. Сильные путники, караваны, которые специально снаряжены, но не семьи, которые идут с младенцами, у которых нет запаса пищи, у которых нет запаса воды. И как бы само собой разумеется, ну да, встали, пошли за огненным столпом, за столпом облачным днем, огненным ночью, встали и пошли в Всевышний, вспоминает и говорит, что это все не так просто, это требовало большой веры от людей, для того, чтобы пойти вот так за огненным столпом, за Всевышним, и в этом проявилась большая любовь. Мы можем задаться вопросом, куда шли сыновья Израиля за Всевышним? Куда они шли? Что их влекло? Конечно, им была обещана земля, они знали, что они идут в землю, но о земле, хорошо ли это, плохо, думали меньше. Шли услышать голос Бога, потому что Маше при исходе обещал, что на 50-й день, как ему было сказано, на этой горе будете служить Всевышнему. А что значит служить Всевышнему? Самое главное. В чем служение Всевышнему самое главное? Вот говорят, служение левитов. Служение левитов. В чем их служение? Ну да, они носят мешкам, они помогают коведам, но служением называется песня левитов. И это самое главное служение. Служение Всевышнему самое главное. Есть много моментов, но самое главное – это говорить со Всевышним лицом к лицу. Это самое главное служение. И когда Маше сказал, на 50-й день будете служить со Всевышними, служить Всевышнему, его все очень хорошо поняли, может быть, он разъяснил. И люди шли к горе Синай и стремились туда для того, чтобы услышать голос Всевышнего. И когда подошли к горе Синай и поняли, что Маше собирается передавать слова Всевышнего им, разговаривать со Всевышним, передавать слова Всевышнего им, то все очень огорчились и стали протестовать, сказали, нет, мы хотим сами слышать голос Всевышнего. Как бы это ни было правильно или это неправильно, потом голос Всевышнего не выдержали. Сами просили Маше, чтобы он говорил со Всевышним, и его слова передавал им. Правильно это или неправильно – это было выражением огромной любви ко Всевышнему. Желание услышать, понять того, кто вывел их из Египта. Кто это он? Кто вывел их из Египта? Да, они уже как бы знают Бог Отцов, Бог Единый, да, вот. Но хочется вот это соприкосновение с Божественным присутствием, осознание глубокое, кто это, да, на уровне, может быть, чувства, да. Оно было в основе Израиля, и Всевышний им ответил «я». Я Бог твой, который вывел тебя из земли Израиля, из земли Египетской, из дома рабства, да. Я Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства, да. И когда прозвучало вот это «я», то действительно они почувствовали, почувствовали всей душой, кто такой Бог. Не выдержали этого чувства, да. Не выдержали этого «я», который наполняет всю землю от начала и до конца, и душу человека наполняет это «я». Не выдержали, но они его услышали, и возникла эта связь со Всевышним. То есть в каких-то словах, да, намеках пророк описал ту великую любовь. Вышли из Египта, пошли неизвестно куда, да, со всеми семьями, скарбами, детьми идут неизвестно куда. Зачем идут? Услышать голос Всевышнего. Услышать голос Всевышнего. Это народ. Это его любовь. Это его начало. Его начало, наше начало нашего народа, да. Дальше идет интересное сравнение, да, неожиданный переход. Вот, да, Всевышний говорит «кодыш Исраэль». Израэль, он, не Израэль, он, а, свят, да. Израэль, он свят. Почему он свят, да? Почему он свят, можно сказать, что непостижим, я бы сказал, да. И поскольку речь шла раньше о любви, то он непостижим в данном случае прежде всего в своей любви. Любовь его ко Всевышнему непостижима и неистребима. Она свята. Да, ничто не может ее сбить, расстроить, уничтожить, стереть, да. «Кдыш Исраэль, Исраэль свят перед Богом, да». Вот, и эта святость проявилась, когда встали и пошли за Всевышним, проявилась как любовь. Теперь, значит, дальше говорится «решит твуато». Он – начало его урожая, урожая Всевышнего, да. Всякий, кто будет есть его, будет обвинен, да. Будет обвинен, зло, наказание придет на них, да, слово Всевышнего. Что это такое? Как нам это понять, да? Мы можем представить себе, если есть опять пророческий образ, который нужно раскрыть. Израэль – это начало урожая Всевышнего. Какого урожая, да? Какого урожая? Можно сказать, урожая любви. Да, та любовь ко Всевышнему. Без которой невозможна любовь и к человеку. Без которого невозможно построение общества. Она была, она была посеяна Всевышним, да. Как? Можно посмотреть по-разному. Можно сказать, что через праотцов, да. Можно сказать, что через праотцов. Авраам, он не только пророк, не только осознающий единство Всевышнего, он и человек, который закладывает основы нового общества. Он идет души, которые они сделали с Сарой. Эти люди идут с ними. Посмотрите, как сказано. Это не рабы. Это души, которые они сделали. С ними идут свободные люди, ученики, духовно связанные с ними. Отношение с Сарой совершенно не похоже на то отношение к женщине, которое было в древнем мире. И отношение к окружающим, желание научить и объяснить, и распространить знания совершенно не похоже на то, что мы встречаем в древнем мире среди жрецов, колдунов и прочих, так сказать, духовных деятелей. Авраам – это зерна. Зор говорит, не цаним, не руба, а цветки появились на земле. Эти цветки, кто эти цветки? Это про отцы, это начало этого добра, этой любви, которая может исправить, может, должна исправить мир, победив жестокость и несправедливость. Достоевский сказал, что красота исправит мир, ну, может быть, но, наверное, это уже на следующем этапе, если воспринимать, понимать под красотой, как восприятие божественного присутствия в мире, может быть. Вот здесь мы видим, что начало урожая, вот возревает этот первый урожай после того, как отцы, как зерна, посеянные Всевышним, когда собирают урожай, то, что первое, труму, начало урожая, решит твуа, начало урожая отдают когену. Это принадлежит когену как жертва. Никто другой не имеет права есть это, прикоснуться к этому. Это труму едят, когены едят в чистоте. И вот Всевышний себя как бы сравнивает с когеном, когда вызрал первый урожай, его нужно собрать и нужно принести ему этот первый урожай для того, чтобы через этот урожай, первые начатки, так сказать, урожая пошло дальше. Влияние на весь мир, тот, кто будет есть этот урожай, тот, кто съест труму. Съесть – это, как можно сказать, да, это растворить в себе, превратить в энергию, которая используется для организма, для его нужд. Конечно, еда может дать и энергию для мусорительной деятельности, и даже для пророческой, но здесь не о том, да. Здесь не о том речь. Просто съедят, воспользуются всеми твоими возможностями, которые ты дал. Той духовной и душевной силой, которая есть в себе и в тебе, да, и вытекающими отсюда, и способностями, да. Вот и можем заметить, что, как бы, может быть, можно об этом поговорить, что любовь, она раскрывает и мыслительные способности, и мыслительные способности, не говоря уже о душевных и духовных. Она раскрывает и мыслительные способности, вот, возьмут все способности и духовную твою силу и съедят ее, да. Всевышний говорит, будут виноваты. В конце концов, придет на них наказание. Не только наказание, просто зло придет, да, непропорциональное, да, непропорциональное ничего, просто зло обрушится на них, да. Это все, кто съест еврейский народ, все, кто воспользуется его, все, кто воспользуется его силами, не по назначению, да. Назначение еврейского народа – это принести любовь ко Всевышнему, к человеку, построить, построить новое общество, основанное на любви и на справедливости. Это то, что должен сделать еврейский народ, и когда его силы и его поедаются, съедаются, то это все равно, как человек совершает преступление, когда он ест трубу, предназначенную для Кагена. Да, здесь я остановлюсь, и мы попробуем с вами что-то обсудить. Я только хочу заметить, что пророческие образы, они очень сложные, они требуют объяснения. Конечно, можно так, на ура просто, да, вот, и это тоже хорошо, как песня, да, вот, идет, льется, да, но мне представляется, что это недостаточно, да. Да, вот, нехорошо, конечно, как бы, если можно так сравнить, разбирать художественные произведения, потому что каждый понимает как-то сам по-своему, да, но здесь ничего не поделаешь, здесь есть определенный язык, определенная система, система образов, которые, я думаю, что после того, как разбираешь, они все-таки глубже затрагивают душу, и та песня, которая звучит в душе, она становится более осмысленной. Я остановлю и шер, и жду ваших вопросов, пожалуйста. Равзеев, можно вопрос? Я до конца не понимал никогда, вот, насчет закрытости котла. Да, это однозначно, так сказать, трактовалось, как, действительно, котел с закрытой крышкой, и что это, действительно, Иерусалим. И как это понималось? Еще раз немножко, поясните, пожалуйста. Спасибо. Ну, можно сказать, что он и не закрыт крышкой. Я бы сказал, что он был закрыт крышкой, как бы так больше представляется, можно сказать, что не закрыт крышкой. Смысл от этого не меняется, да. Дух, который должен быть в Иерусалиме, и дух, который должен быть духом служения Всевышнему, связи со Всевышним, да, он снаружи, да, и, как всегда, да, и, как всегда, мера, мера за меру, да, дух, который, как бы, упустились, так можно сказать, да, он, он переход, он ушел к народам мира, да, и вместо, и, как это часто бывает, превратился в свою противоположность. Вместо духа служения Всевышнему, он превратился в дух борьбы со Всевышним, да, а этот дух борьбы со Всевышним, он, как бы, очень-очень часто направлен на еврейский народ, да, вот, на Иерушалиме. Конечно, как бы, можно сказать, сами виноваты, так далее, все это можно обсуждать, но факт тот, что дух борьбы со Всевышним, он часто направляется на еврейский народ, то есть дух, который должен был бы быть великим духом, большим, служение Всевышнему, он ушел наружу, и теперь он дует со скрытой стороны, потому что ничего не понимают, да, это как бы причина, причина того, что он дует, да, ничего не понимает, духа нет, и вот это, как бы, такой образ мне представляется. Ну, окей. Виноват, как я понимаю, из сказанного вами, значит, это становится негативной энергией, да, которая, наоборот, может послужить негативным проявлением в мире. Мне трудно сказать, трудно, не еврей, использовать свои способности, я думаю, что... Я имею в виду тот не еврей, который верит, ну, в Нейнуах, предположим. В Нейнуах, я понимаю, да, давайте мы сначала представим евреев, да, что значит съесть вот этот начаток урожая, труму, которая предназначена для Всевышним. Конкретный пример, да, Невыхудный царь берет, Невыхудный царь берет детей из царского дома, Даниэля, Ханания, Мишеля, Азария, и хочет сделать из них своих слуг приближенных. Он и делает из них своих слуг приближенных, да, которые потом остаются Даниэля, по крайней мере, остается при персидском дворе, вот, и их способности, и пророческий их дар, да, это все Невыхудный царь хочет поставить на свою службу. Он и ставит, наверное, на свою службу в какой-то момент, да, это прорывается как пророчество, которое, скажем, выходит за рамки этого Невыхудный цара или за рамки, которые поставил Невыхудный царь. Да, после разрушения храма, Медраж говорит, что он выливает в ее основание все золото, которое он взял в Ярушалаиме, да, можем представить себе аналог, что все хорошо знают римский колизей, да, но не все знают, что он построен на деньги, которые были принесены из храма, из Ярушалаима на золото, которое было принесено из Ярушалаима. Да, 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 это как бы параллель такая Невыхудный царь с его статуей, который взял золото из Ярушалаима, вот, и колизей, который построен на золото из Ярушалаима, да, это, это, это образ, да, это образ, да, скажем, вылил ли он действительно туда золото из Ярушалаима, но не вылил, да, просто, но все, что есть как бы в усыновении Израиля, все, что он взял, он старается поставить себе на службу, и прежде всего это способности сыновей Израиля, да, мы видим и Мардыхая при царе, при царе Ахашвироши, да, мы можем представить себе, что он такой не один, что очень много людей, которые служат и продвигаются по службе, часть из них, они давно оставили Тору, Тору является лже-пророками, но в любом случае, да, вот, вы можете сказать, да, вы можете сказать, ну, при чем здесь, при чем здесь не евреи, которые используют, используют способности евреев, ответственность надо было бы возложить на самих евреев, это, наверное, правильно, об этом можно говорить отдельно, но здесь, здесь, да, здесь Еремия упочаркивает в другую сторону, да, вместо того, чтобы, вместо того, чтобы учиться у сыновей Израиля, да, стараются использовать их, да, их способности, да, так же, как Дона Барбанель, да, сидит при дворе Фердинанда и Изабеллы, да, это период изгнания из Испании, 1492 год, да, и никто же не спрашивает его о Торе, о комментарии, которые он написал, да, о комментарии, которые он написал к Танаху, никто не пытается, не спрашивает, как это разъяснить, интересует только одно, да, его способность вести финансы, управлять страной, что в те годы было большой редкостью образования, способности человека, вот, вот это, это то, что интересует, да, это как бы взять и не заметить, не заметить главное то, что есть у сыновей Израиля, и пользоваться, пользоваться тем, что, теми способностями, которые дал Всевышний, как бы, как говорят, микроскопом заколачивать гвозди, да, и понятно, простите, что перебиваю, получается, это, в принципе, сходно с тем, как, когда евреи были в Египте, да, то же самое, их постоянно подключали ко всем мероприятиям, стройкам и всему на свете. Ну, безусловно, да, вместо того, чтобы спросить, а что вы думаете о Боге, а каков ваш Бог, да, вот, а что это у вас за пророк такой, Аарон, да, их заставляли, так сказать, кирпичи, да, вот, это правильно, да, вот, и пугались их силой, и чувствовали их силой, и старались поработить все еще сильнее, и так далее, вместо того, чтобы подумать, откуда эта сила идет, да, вот, похоже, да, что вот это, и мы понимаем, почему Иеремияу говорит об этом, да, вот, это очень емкий образ, он говорит, что сыновья Израиля, они святы, и всегда останутся святы, и всегда останутся похожими на труму, которая предназначена для Всевышнего, да, вот, и когда мы видим все эти бедствия, и когда мы видим эту толпу, которую угоняют, угоняют в Египет, и когда мы видим эту попытку на выходные цары, то, что касается нашего разговора, заставить левитов петь песни, которые они пели в храме, петь для него эти песни, да, когда мы все это видим, нас охватывает ужас, ощущение безысходности, да, и пророк, он хотя бы какую-то крупицу надежды бросает, говорит, да, что еврейский народ всегда останется свят, душа его неистребима, она неистребима и в Галуте, да, а все, кто будут им пользоваться как микроскопом для забивания гвоздей, все они получат наказание, да, вот, примерно так, да, я еще раз хочу обратить ваше внимание, насколько образы очень емкие у пророков, все они требуют детального рассмотрения, прежде чем они становятся понятны, и ты начинаешь что-то, как бы, даже ощущать в этом плане, да. Равзеф, еще один момент, а теперь вторая часть вопроса, если можно, по поводу, вот, если это праведный неебрей, который использует душевные силы, таланты для каких-то низких целей? Мне трудно сказать, понятно, что мне трудно сказать, я бы сказал, что есть общечеловеческий моральный план, и каждый человек должен думать о том, что он делает, и Эйнштейну, в качестве примера, тоже нужно было бы подумать, зачем он дает в руки людям атомную бомбу, он потом очень переживал задним числом, когда на Хиросиму и Нагасаки сбросили атомную бомбу, он очень сильно переживал, но надо было бы подумать об этом раньше, моральный план, он существует, да. В качестве примера я могу вам привести, скажем, я говорю о евреях, но это с той же ромной степенью относится и к неевреям, да. Я, когда работал в Киеве, меня попросили дать урок по галахе, да, для людей, которые как бы что-то слышали о торе, но не очень как бы с ней знакомы, да. Вот, и я как-то в душе рассердился, да, я думаю, галаха, сейчас я вам буду рассказывать, как накладывать тфелин, или как заворачивается в цицит, или прокашрут, да. Я с ними начал галаху из трактата «Вода и Зара», что нельзя продавать оружие неевреям, да. И в это понятие «продавать оружие» входит также и передавать знания, которые могут превратиться в оружие, да. К сожалению, да, Эйнштейн это не учил, хотя многие люди, которые это учили, также работают в этих областях, да. И после урока ко мне подошел человек, да, и он говорит, я работаю над программным обеспечением для ракет, которые поставляются в Сирию, и они, известно, что они будут направлены против Израиля. Что мне делать? Я ему, мне очень было ему больно сказать, брось тут же, я ему сказал, что, конечно, это не дело совершенно, вот. Но постепенно, как бы, да, нельзя, чтобы ты остался без работы, и это мало кому поможет, но постепенно найди себе другую какую-то работу, найди, да. Вот, так что, ну, и как использовать свои способности, естественно, на это нету конкретной глухи, хотя, как мы видим, тоже есть, да, что нельзя создавать оружие и передавать его в руки людей, которые мало что, мало что понимают, да. Вот. Ну, вот это то, что можно ответить, да. Большое спасибо. Ну, на самом деле, это действительно большая тема, и, наверное, со стороны глухи много есть чего сказать по любому вопросу. Ну, отдельный урок нужен. Большое спасибо, Равзей. Ну, да, ну, тут, понимаете, все глухой не охватишь, да, и потом многие люди читают это глухой, а они как бы это не очень-то, это берут в себя, не очень мотают на уз. Вот. Есть моральный план. Моральный план, он, в общем-то, в общем-то, очень понятный, даже без каких-то глубокого изучения. Моральный план, очень интересно, что мораль, она встроена в душу человека, да. Даже больной человек, упаси Бог, да, он может не понимать это, и может не понимать это, моральный, моральный класс у него есть, да, моральный класс у него есть. Вот. Так что, да, это как бы от того, чтобы быть человеком, никто не освобождал. Хорошо. Ладно. Что-то хочется еще спросить? Окей. Хорошо. Ладно. Мы тогда закроем с вами наш, на мой взгляд, очень важный форум. Я напоминаю, что сегодня Рошхо-де-Шамп, что есть люди, которые, есть люди, не все, которые 9 дней не едят мясо, не пьют вино, да, вот, это каждый может, как бы, посмотрев Галаху подробнее, решить сам, да, вот, с какого времени это делать, с Рошхо-де-Шамп, с той недели, на которой приходится 9-й ама, вот, просто напоминание такое. Хорошо. Всем самого доброго, чтобы был хороший месяц, и чтобы мы удостоились великой, великой духовности, чтобы из разрушения выросло, выросло наше построение. Божьей, с Божьей помощью. Амэн. Большое спасибо. Амэн. Всем счастливо. Спасибо. Спасибо.